Почему мы будем делать дубайский шоколад? А нет, и сейчас вы разоберите. Да еще Лика беде мультика заказала. Лика с ней такую вкусняшку сделала. Заморозку на зиму. Облепиховый чай с апельсином. То есть я бы не держи. Ну-ка, это точно. Облепиховый, в общем, облепиха, апельсин, имбирь и мед. И заморозила такие кубики, и кипятком так заливаешь. И вообще классная вещь, на самом деле. Вот самый мой любимый чай облепиховый. Потом уже идет зеленый с мятой. Но облепиховый это прям первое место. А мы с кипятком приготовили дубайский шоколад. Нет, шоколад. Так некрасиво. Сейчас мы сделаем красиво. Вау! Асамер от Миланки. Соли в ноготочках. Вот такой вот шоколад у нас. Дубайский. Настоящий, между прочим. Ага, питерский. Слышите? Дубайский облепиховый чай. Шоколад этот отливайший получился просто потрясающе. Мы его даже вот сейчас чуть-чуть остались будем на завтракать, кушать. Сделали бутерброд с икоркой, кофе. Алика вчера сделала такие конвертики с сыром. Это очень вкусно. Всем доброе утро. Всем приятного аппетита. У нас новые свечи. Вот эта свеча очень пахнет какими-то, знаете, пряным ароматом. А еще мы делаем сейчас рождественский апельсиновый кекс. Чем пахнет? Таким кисленьким чаем. Ну, он такой пряный здесь корица, ваниль, еще что-то. А вот эта свеча, она пахнет больше таким цветами, цветочный аромат. Да? Да. Да. Мне вот эта очень нравится. Да, мы будем сейчас мелко зажигать. Вот такие вот красивые спичечки розовенькие. Блин, это специально для свечей удобно зажигать, чтобы пальчики себе не подпалить. Да. Сейчас я вам покажу, что мы купили в этот раз Фаберлик. Ну, для начала вот такая вот маска тканевая, тонизирующая для лица. Миланка захотела. И когда я заказывала, делала заказ Фаберлик, Миланка увидела такую панночку и захотела себе. Давайте откроем, посмотрим листи. Секрет подтянутой кожи ровного тона лица. Миланка, конечно, тебе надо потянуть лицо. Спасибо. Я себя тоже здесь снимаю. Давай. Миланка очень любит маски. Конечно, не часто мы делаем, но я разрешаю иногда делать. Тем более такая прикольная пандочка. Пандочка. Смотрите. Прям такая пандочка. Кстати, есть еще кошечки там, но Милана выбрала пандочек. Ну, какая она. Она прям супер увлажняющая. Ой, какая прелесть. Все, я теперь точно и семейство пандо. Панда. Вообще, кстати, там очень много разных и патчей, и маски, и много всего интересного. Мы уже потихонечку готовимся к Новому году. Я заказала много интересного в подарки. Сейчас вам, конечно, покажу. Там и для детей есть очень интересные товары. И к Новому году, и можно просто, в принципе, на какой-то праздник. 15 минут надо подержать на лице. Ну, кстати, говорят, что можно... Минут 20. Минут 20, да. Потому что так лучше. Привет, Панда. Еще Миланка очень любит книги. И вот такая книга. Куриный бульон для души. История о счастье. Можи, кстати, там тоже заказывали фаберлик-книгу. И Миланка с удовольствием читает. И понравилась ей вот такая история о счастье. В общем, будем читать. Любить свою родину, культуру и язык. Достигать финансового благополучия. Продвигать уникальные товары и услуги. Брать ответственность за свое здоровье, здоровье своей семьи. Развивать себя, людей и мир. Миланка, кстати, любит, знаете, психологии. Что-то такого. Сейчас еще читаю фэнтези. И фэнтези, да. Панда будет читать сейчас историю о счастье. Выходной вечер, да, Миланка? Будем читать книжечки. Сейчас вам покажу все покупки. Конечно, заказала губки. Уже не первый раз их заказываю. Всегда говорю, что они очень-очень классные. Это такая двусторонняя губка с антибактериальным эффектом. Уже, конечно, заказываем подарки к Новому году. Будем собирать с Ликой новогодние боксики. Обязательно снимем. Это бомбочка, бурлящий шар. И там сюрпризик. Еще игрушка внутри с трех лет. Будем такие новогодние детские боксики собирать. Также к Новому году заказала в такой красивой упаковке. Крем для лица, для рук подходит. Кстати, для тела с маслом ши. Очень приятный аромат. Хорошо увлажняет, питает кожу. Мне кажется, для подарков самое то, что нужно. Но зима, мне кажется, практически все пользуются кремами. Для рук особенно. Потому что всегда руки сохнут именно зимой. Когда ветра, холода. Также заказала для ног согревающий крем. Такой вот новогодней, зимней тематики. Красота. Мне кажется, отлично подойдет для боксиков таких новогодних. Сейчас покажу еще сразу, что я заказала в подарке. Это тоже пойдет в детские боксики. Вот такая палетка с блестящими красивыми тенями. Видите, как они красиво переливаются. В виде кошечки палетка. Очень классно. Миланка увидела уже. Я тоже хочу. Из этой же серии, видите, кошечка. Это бальзам для губ. Здесь два цвета. Приятным, кстати, с сладеньким таким ароматом. Кстати, пишите в комментариях, готовитесь вы уже к новому году или нет. Мне кажется, сейчас самое время начинать готовиться. Потому что в основном многие откладывают на потом. И потом уже в основном берут то, что есть в наличии. Нужно заранее. Особенно, если вы, конечно, заказываете. Не просто идете в магазин. Что есть в наличии, то я беру. А если заранее, то нужно уже, конечно, задумываться о подарках. Еще крем для рук тоже для бокса подойдет. Ну, это будет, конечно, у нас разный бокс. У нас много родственников. Поэтому будет много боксиков. Интересно будем показывать. Также в подарок, посмотрите, как переливается гель для туша. Детский. Кстати, это еще и шампунь. Гель и шампунь два в одном. С блестками. С апельсиновым таким цитрусовым. С запахом, ароматом. Просто суперски потрясающе. Так, ну, конечно, заказываем зубную пасту. Зубная паста, как я уже говорила, и по цене. И по действию. Очень-очень здоровская. Концентрированный гель для стирки. Знаете, я как-то вот в последнее время перешла на капсулу. Я уже много раз говорю. И также мне нравится гель для стирки. Просто порошок, он иногда оставляет белый такой налет, белые следы на ткани. Если, знаете, допустим, какое-то такое объемное. Там какая-то куртка такая, пуховик объемный, да. Или, допустим, плед объемный. А вот от гелия и от капсул такого нет. Поэтому как-то стараюсь пользоваться сейчас именно капсулами. Кстати, в этот раз тоже заказала капсулы. Гель-капсулы для стирки. Здесь пять штук. С пятновыводителем. Приятным ароматом лаванды. Также с ароматом лаванды я заказала ароматизатор для белья. Шкаф, допустим, можно положить. И будет очень приятный такой аромат лаванды. Новогодние носочки. Вот такие вот зимние, уютные. Вот такие носочки. Сейчас я достану и покажу, как выглядят. Здесь две пары. Это женские носки. Такой наборчик. Можно, кстати, тоже в подарок. Вообще заказала себе. Но мне кажется, прям отлично. Смотрите, бокс. Допустим, такой крем для лица, для тела. Вот такой крем, согревающий для ног. И вот такие носочки. И можно еще какую-нибудь, я не знаю, например, шоколадку положить. Или там мед положить. Чай еще, кстати, можно положить. И мне кажется, что это просто шикарный такой новогодний бокс. Еще заказала колготки такие вот. Это типа с чулками, с гольфами. 70 Ден. Это я заказала к Новому году. Я еще сама не знаю точно, какое платье надену. У меня есть, как бы, один вариант есть. Но еще думаю. Но колготки уже заказала. Для век. Кислородный крем. Очень нравится мне такой. Первый раз уже заказываю. Еще заказала отбеливающую на зубную пасту. Ну и, конечно, обязательно заказываю таблетки для посудомоечных машин. Здесь 20 таблеток. Как я уже говорила, тоже прекрасно очищают, справляются со своей задачей. И по цене очень даже приемлемо. Вот такие вот у меня подарочки. Сейчас открою, покажу вам, как выглядят носочки. Какие они мягенькие и уютненькие. Такие вот уютные носочки. Качество, кстати, очень хорошее. Они не сильно высокие, как я люблю. Но и не низкие. Низкие носки в основном я ношу весна-лето. Под кроссовки. А зимой стараюсь. Вот, кстати, как-то, вот, знаете, теплые колготы я и не ношу зимой. Я, в основном, еще в том году заметила, что я вот все время, всю зиму проходила в носках. То есть, как бы, колготками даже я, ну, не пользовалась, не носила колготы. Поэтому вот носочков, конечно, стараюсь побольше заказать. И носки вот стараюсь выбирать, чтобы чуть-чуть повыше были, чем, допустим, летом, весной. Очень мягенькие, прям приятное качество. Здесь такая мягенькая, хорошо тянущаяся резиночка. Не будет сдавливать ногу. Ну, и такая новогодняя, зимняя тематика. Снежинка. Красота. Такой вот наборчик. Такой вот наборчик. Мы сейчас зайдем в Синси. Я уже отсюда вижу, что тут. Новогодние товары. Вау, Лик, смотри, еще и здесь. Еще и здесь. Ой, троснок. Ой, смотри. Ой, да, я тоже смотрю, что это такое, свечка, что ли? Вообще классно. Ой, прикольно. Что-то новенькое отлично одно и то же, да? 600 рублей 700. А есть еще, смотри, в зеленом цвете. Ого, она такая тяжелая. А как это, на елку вешает? Да что? Она гигант. Маска состоит от игрушки. Прикольно. Смотрите, такие свечи тут ароматные. Да, вообще класс, стаканчики. А сейчас смотрите, какая. Слушайте, от какой? Вот отсюда пряностями пахнет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, Миска, смотрите, как-то прикольно. А здесь вот можно из сливок сделать такую пенку. Очень маленько. Слушайте, свечи, конечно, здесь куча разных. И ох, гигантская. И все разных цветов. Красный, белый, розовый, зеленый. Все непрекрасно просто пахнет. Прямо новым годом пряностями, имбирным печеньком, корицей, ванилькой. Это наволочки, да, есть. Вот в белом цвете, в красном, в зеленом цвете. Слушайте, вообще классный такой бантик. Это на елку мы будем, да? Да. Цеплять, на верхушку. Очень красиво. Это такие длинные, специально для большой елки. Да, класс. Ну-ка, подожди, подержи. Лика выбирает шехольчик. Слушайте, на 15-е. Я думаю, может, что же себе взять. Они тут разные. Лика, вот смотри, белый. Покажи мне, белый. Тоже прикольно, да? Нет, кинуть, слышно. Еще есть вот такие. Лика, гад, слишком детские. Короче, нам они не подходят. Это просто на... А, вот нам подойдут, да? А, это в 12-е. Это 15-е. Нам надо 15-е про найти. А лучше, Мак. Ули, они 15-е все такие. Все такие. Они все такие. Такое платье прикольное. Правда, оно такое прям... А, тут еще вот. А, ты милой рукав не правильно делала. Не перекрутила. Ну ладно. А, ладно. В общем, тут еще вот такой палец петельком так надевать. Мы будем сейком одинаково в платье. Лика тоже себе такой заказ. Слушай, она прикольная, да? Это корона. Какие-то караканы. Ха-ха-ха. Я пока не могу снимать эти петельки. Это, кстати, хорошее качество, да? Да, такой сладенький. Видите, у нас тут. Ну, кажется, у нас здесь полный. Ну, это же на сейчас таки. Ну, для меня так. А, под босоножки. Сейчас вам покажу, что я купила. Это уже по куске тоже к Новому году. А здесь такие салфетки. Шесть штук в наборе. Не буду открывать. В общем, очень даже симпатичные. Так, размеры, если не ошибаюсь, 40... А, 35 на 35 сантиметров. Такие вот в изумрудном цвете. Наказали еще фисташковую пасту. Две упаковочки по 200 грамм каждая. Будем делать дубайский шоколад. У нас, в принципе, все осталось. Еще мы уже делали сами. Шоколад получился просто бесподобный. Мы как-то заказывали. И у нас получился точно такой же шоколад. В общем, просто супер. Довольствие получили от приготовления дубайского шоколада. И, собственно, когда его пробовали. И вот заказали, так как у нас еще все, в принципе, ингредиенты остались. Заказали. Единственное, что закончилось, это фисташковая паста. Заказали в два раза больше, потому что хотим делать еще в подарочке. Заказали еще, кстати, коробки. Не знаю, куда ликодела. Коробки для упаковки. Ой, фисташковая паста, говорю. Для упаковки дубайского шоколада. И очень удивляет красоту. Так, здесь у меня кое-что в подарок я купила. Такая красота. Так красиво все упаковано. Такой вот ежедневый в коробке. И еще вот к нему прилагается пакетик. Все просто отлично, да, подарочек будет? Такой вот ежедневник. Что тебе тоже нужно? А? Такой красивый. Да что ты. А это? На тебя. Где? Там же меня заказали. Красиво. Сюда углевали, да, лучше? И распущено тоже очень хорошо. Смотрите, какая у меня новая лапка. Вот такая. Красота. Красота. Так, ну и Миланке очень понравилось. Мне, кстати, тоже понравилось, как смотрится на ней вот это платьюшко. Я показала, по-моему, в Валберисе. Здесь такая петелька на пальчик одевается. Платье лапша называется. Качество хорошее. Так что умудряемся, даже некоторые вещи, какие Милане нравится, брать два XS, допустим, или XS, если это мало мерят. И некоторые модельки ей идут. Некоторые, конечно, сегодня она мерила прям большие, не очень. Вот это вот платье XS, и подошло ей очень даже неплохо. Боди мы тоже брали, я показывала. Там два XS, но тоже очень хорошо ей подошло. Я сейчас это померю. Мы же мерили, я покажу. Вот еще здесь папа. Давай, давай. Смотрите, какое красивое новогоднее платье. Лика еще думает оставлять, не оставлять. Его можно вообще по-разному купить. Да, завязывать на спине. Да, это третий вариант. Есть такой вариант. Есть вообще, получается, без лямок. Просто такой вариант. Да, красиво очень. Хотя она не спадает. А так, когда она без лямок, я руки поднимаю, то все равно не пропускаю. Еще Лика намудрила на голове там прическу, но она так быстренько заколола. А мне так понравился такой пучок. Еще вот на Новый год, я говорю, лаком блестящим сбрызнуть волосы, будет очень красиво. Теперь Лике понравилось это платье. Вообще, она на Новый год уже купила другой комбинезон, такой зеленый. Но этот наряд, конечно, по-праздничнее, потому что переливается. Единственное, что это платье уже... Ну, с другой стороны, коктейльно можно, допустим, на какой-то праздник в кафе, да? День рождения, да. День рождения, да. Сверху даже так пиджачок накинуть, да, если прохладненько, в принципе. Да, даже летом, вечером так раз идешь, куда-нибудь на... Ну, не знаю, вечеринку куда-то пиджак сверху накинула. И красота. Мама, мама, что это у тебя? Ну, красиво, слушай, красиво. Ходили сейчас в магазин, покажу, что мы купили из продуктов. Будем делать сегодня пирожное картошечку. Миланка тут кушает. Так, печенье вот такое вот традиционное. Крем-сыр. Будем делать сейчас сэндвичи. Йогурт вот такой вот буду делать с семенами че, вкусные десертики. Для сэндвичей взяли такой вот наборчик. Здесь шейка, балык, бекон. И еще взяли докторскую колбасу тоже для сэндвичей. Докторская колбаса в нарезочке. А для пирожных картошечек нам понадобится молоко сгущенное. А молока взяли для кофе. Так, для пирожных картошек. Ну и, собственно, просто кушать масло сливочное. Такую вот масло творожную будем делать блинчики. Не знаю, когда, может быть, на днях. Као-порошок для картошечки пирожных. Помидоры, как сейчас, салат сделать. Сыр взяли. Кстати, такой сыр очень вкусный, сливочный. Кефир. Нутелу, либо с блинчиком захотела. Сегодня какие-то мы сладкоежки. Сгущёнку тоже Вика что-то там хочет мудрить. С сыром творожным, со сгущёнкой. Сейчас, как не знаю, что она, Милана, знает. А взяли инжирную хурму. Обожаю. Она сейчас такая мягенькая в меру. И очень-очень вкусная, сладкая. Так, для сэндвича еще взяли вот такой вот сыр. С беконом плавленный. Это ему вот прячу. Хлеб вот такой берем для сэндвичей. Сейчас буду делать. Орехи взяли грецкие. Это нам для пирожных картошек. И вот такой джем. Люблю лесные ягоды. Напомню, творог есть, если я не ошибаюсь. В общем, я люблю на завтрак кушать иногда творожок, сметана и вот такой вот джем. Так, ну и взяли красный лук. Хочу себе салат, как я уже сказала, с детства. Медорами взяли еще огурчики. Вот такое вот. Такое сочетание овощей. Получается очень вкусный салатик. Так, у меня уже разогрелся гриль. Сейчас гриль делать сэндвич.